Сегодня уже 19-й день, как мы уже вступили с 19-й день священного месяца Рамадана. Завтра начинает будет 20-й день и последние 10 дней священного месяца Рамадана. Ашр-Авахр. Ашр-Авахр – последние 10 дней. Те дни, на которые всем нам стоит обратить особое внимание. Те дни, когда Аллах ведет свой список, спасшись от наказания Судного дня, наказания Джаханнама. Как только начался Рамадан, можно было даже сейчас сравнить. Намаз Таравихи, когда мы читали первые дни, мечеть полная, мест нету. Также наутро молитвы постепенно, постепенно, постепенно люди начали сдавать, пропускать, приходить и так далее. Всегда так. Субханаллах, человек жил в греховном, грешил. Аллах, Субханаллах, привел его, вывел его из этих грехов, альхамдуллях, привел его в мечеть. И как будто опять потом что-то с ним такое случилось, под конец он опять уже начал пропускать молитвы Таравихи. Поэтому, как же был пророк Мухаммад, салаллаху алейхи и салям? Как же он был в Рамадане? Посланник Аллаха, салаллаху алейхи и салям, сказал, То, кто выставил Рамадан, не сказал пророк, кто выставил первые 10 дней, вторые 10 дней, половину Рамадана, кто выставил Рамадан, весь Рамадан, кто выставил с иманом, с верой, и с надеждой на награду от Аллаха, с надеждой на прощение грехов, этому человеку Аллах простит все его прегрешения. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи и салям, когда заходили последние здесь Рамадана, он еще больше проявлял усердие. Как приводится от Айши, салаллаху алейхи и салям, как приводится от Айши, салаллаху алейхи и салям, в Рамадан прилагал столько усердия, сколько не прилагал в другие месяцы. И в последние 10 дней Рамадана прилагал столько усердия, сколько не прилагал в другие дни Рамадана. Приводится также, когда наступали последние 10 дней, Пророк, салаллаху алейхиссалям, туго затягивал свой изар. То есть, кинайя аля шиддоти хирсы, аля тфаа. Это как бы намек, что он еще больше старался в поклонении, перед Всевышним Аллахом, Субхану ва Та'але. Тут же затягивал свой изар. Оживлял свою ночь. Последний день с ней Рамадан, салаллаху алейхиссалям, не спал, оживлял ночи. И будил свою семью. Будил свою семью, заботился о своей семье. Заботился о своей семье. Аллах, Субхану ва Та'але, в Коране говорит, О, те, кто уверовали, оберегайте себя. И свои семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни. Читал пророк, салаллаху алейхиссалям, выстаивал ночные молитвы. Не спал. Читал кияму лейля. Потому что для верующего человека кияму лейля – это шараф, это честь. Когда он читает почет, когда он читает ночные молитвы. Каала Та'але, Их бока, то есть описывая верующих людей, Их бока поднимаются с постели с мольбою к Господу. С мольбою к Аллаху, Субхану ва Та'але. Поднимаются их бока с постели. Страхом перед ним и сильным желанием. И они тратят из того, чем мы одаровали их. Душа не знает о том, что скрыто от нее из вечных райских радостей. И это в качестве воздаяния за ее дела. Когда выставит ночные молитвы, Когда читает Таравих, Когда читает Кияму лейль, В эти часы, в эти минуты, Верующий человек застает часы, Когда Аллах принимает дуа. Последнюю треть ночи Аллах спускается на первое небо. И призывает Аллах, Субхану ва Та'але. И он милостивый, милосердный. Кто просит у меня дуа, Кто ко мне взывает, я ему отвечу. Кто у меня просит, я дам ему. И кто просит у меня прощения, я прошу его. Всевышний Аллах, Субхану ва Та'але, Описывает верующих людей, говорит. Они набожные. Молит Всевышнего Аллаха, Субхану ва Та'але. Господи, Аллах, Раббана, мы уверовали. Прости нам наши прегрешения. Зачити нас от мучений в аду. Они терпеливы, правдивы, Постоянные в благом и праведном. Щедры и просит у Всевышнего прощения ранним утром. Перед рассветом мустагфирин Абил Асхар просит у Аллаха, Субхану ва Та'але, прощения. Канал Расуль, Салаллаху Алейху Ассалям, ятруку лбаба аля Фатима Тиньва Али, рады Аллаху Анхума, фи Ашр-Авахр. Каилан, посланник Аллаха, Салаллаху Алейху Алейху Салям, стучал дверь Фатима, дочери своей, и Али, рады Аллаху Анху, последние десять ночей Рамадана. Не встать ли вам и не помолиться ли вам? Он стучал им в дверь и читал аят Аллаху Субхану ва Та'але, и сам терпеливо совершай его. Мы не просим у тебя удела, ведь мы сами наделяем тебе уделом. Мы сами тебе риск даем, Аллах Субхану Та'але говорит. А добрый исход за богобоязненностью. Аллах Субхану Та'але говорит в Коране, «О, Мухаммад, если обо мне у тебя спросят мои рабы, то я близок. Я отвечу на мольбу своих рабов, когда они будут просить у меня». У каждого из нас, братья, есть что-то. Каждый из нас хочет что-то от Всевышнего Аллаха Субхану Та'але, чтобы Аллах в первую очередь простил нас, чтобы Аллах Субхану Та'але смилился над нами, чтобы принял наши посты. Субхану Аллах, Всевышний Аллах Субхану Та'але может их не принять. Всевышний Аллах Субхану Та'але может не принять наши намазы. Поэтому, иншаллах, просите в Аллаху, чтобы Аллах принял, чтобы был доволен нами. Также у каждого из нас есть, может, кто-то, тот, кто болен, который нуждается в шифа, умер наши близкие, родители, которые ушли из этой жизни, дедушки, бабушки, они, за них просить дуа. Последние 10 дней, 10 таравих осталось, все. Может быть, это последний Рамадан. Аллаху алим. Для кого-то из нас. Может быть, и для всех. Аллаху алим. Поэтому, дорогие братья, усердие проявляем. Осталось чуть-чуть. Чуть-чуть осталось, иншаллах. Заполним мечеть Всевышнего Аллаха, вспомним об Аллахе, будем выставить ночные молитвы, просить у Аллаха прощения, иншаллах, чтобы Аллах принял наше, чтобы не опозорились мы в судный день, не были из тех, которым Аллах взял наши намазы, наши посты и кинули нам в наши лица. Не нужно мне это. Чтобы Аллах принял это, иншаллах, от нас, от всех. И вот эти рабы Аллаха, о которых Всевышний Аллах говорит, если спросят обо мне, мои рабы, то я близок. Кто же это? Все творение – это рабы Аллаха. Но эти особенные, это те рабы, которые поминали Аллах, те рабы, которые молились, те рабы, которые читали Кур'ан, которые просили Аллаха, и которым Аллах ответил. Также в эти 10 дней, последние 10 дней, есть ценная ночь. Это та ночь, когда Аллах не спасал Кур'ан, это та ночь, которая лучше в тысячи месяцев, поклонение, поминание Аллаха, дуа, выстаивание ночных молитв, намазах, лучше, чем в тысячи месяцев. Аиша, рода Аллаху, спросила посланника Аллаха, саллаллаху алейсалям, о посланник Аллаха, если я застану ночь могущества, то что мне просить у Аллаха? И пророк, саллаллаху алейсалям, дал ей наставление, насыха. Ва хуа насыху л-амин ликул. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейсалям, каждому давал хороший совет, но здесь свои супруги, свои супруги, Аиша, рода Аллаху алейсалям, дочь Рабу Вакар, какой же он совет ей дал прекрасный? Каль, Проси в эту ночь, о Аллах, ты прощающий, любишь прощать, любишь прощение, и прости же меня. Когда мы говорим, значит, мы обращаемся, я Аллах, о Аллах, здесь идет дуа, обращение к Аллаху, поминание Всевышнего Аллаха, субханава та'ала, ту хиббу л-авва мин сфати Аллахи, субханава та'ала, аннаху, ю хиббу л-авва, аннаху а'афу, из цифатов, из цифатов, из описания Аллаха, субханава та'ала, из атрибутики, из имен, то, что он прощающий, и любит прощать, И он любит прощать, он любит прощать. И здесь, когда мы говорим, когда поминаем Аллах, ученые говорят, эта дунья не может быть прекрасной без поминания Аллаха. Ахират, вечность, не может быть в судный день быть прекрасной, если как без прощения Аллаха. Без прощения Аллаха он не прекрасен. И рай не может быть прекрасен без видения Лика Аллаха. Также пророк Мухаммад сказал, То, кто выставил ночь могущества с иманом, с верой и с надеждой, что Аллах его простит, Аллах ему простит его прегрешение, иншаллах. Поэтому просите у Аллаха, чтобы довел до нас, иншаллах, ночь могущества, и чтобы мы выставили молитву, и чтобы просили дуа, и чтобы Аллах принял, самое главное, принял это от нас, иншаллах. Дорогие братья, ночь могущества, это ночь милости, ночь прощения. Это ночь, которую возглавляют все остальные ночи, мать всех ночей. Много бараката в эту ночь, много благодати. Почтенные часы. Малый дел, благих дел, записывая, как множество благих дел. Ночь могущества лучше, чем тысячи месяцев. В эту ночь не спосылаются ангелы, и ангел Джибраил, алейсалям. Великое творение Аллаха, как ангелы, спускаются, чтобы засвидетельствовать, баракат, засвидетельствовать благодать этой ночи. Ибн Касир, сказал, много, большое количество ангелов спосылается из-за того, что много благодати спосылается на эту землю. И так же ангелы спосылаются в то время, когда люди читают Кур'ан и когда поминают Всевышнего Аллаха. Какая же ночь могущества в последние 10 дней? Пророк, саллаллаху алейсалям, сказал, ищите в последние 10 дней, в последние 10 ночей ищите ночь могущества. Есть хадис, то, что это 27-я ночь, но здесь более достоверно, то, что в каждый год они меняются. И в нечетные. Когда-то 21-я ночь, когда-то 23-я, 25-я, 27-я. И приводится здесь несколько ревоятов. Абдуллаху алейсалям, молящимся, и когда был дождь, это была 23-я ночь. Абдуллаху алейсалям, когда видел признаки этой ночи, ночь могущества, это была 27-я ночь. Поэтому, если мы каждую ночь будем ее искать, иншаллах, не ошибемся, абдуллаху алейсалям. Каждую ночь, иншаллах, 10 дней почитать намаз тарабих, хотя бы 2 ракета тахаджуд, и утренний намаз, иншаллах, стараться с джаматом, иншаллах, как говорится, не промахнемся, и попадем в эту, просим только в Аллаху алейсалям. Потому что каждая ночь, как сказал пророк Сааллаху алейсалям, инна филлайла ласаа, в каждую ночь есть час, ла ювафикуга раджуну муслим, ясалу ллаху хайра, мин амри дуния вал аахара, илла аа атаааау и я, вазалика кулля лейла, рабау муслим. Каждую ночь, если что-то просит раб Всевышнего Аллаха из этой жизни, или из ахирата, что-то, какая-то нужда есть в этой жизни мирского у него, или также что-то просит ради ахирата, то Аллах Сааллах даст это ему. И это каждую ночь Аллаха Сааллаху алейсалям так. И спросили пророка Сааллаху алейсалям, какая дуа, какая молитва, самая лучшая, более слышимая Всевышним Аллахом Сааллаху алейсалям. Он сказал, что это глубина каждой ночи, то есть середина ночи и после каждой обязательной молитвы, сказал пророк Мухаммад Сааллаху алейсалям. Просим Аллаха Сааллаху алейсалям, как Он дал нам возможность встретить этот месяц Рамадан, чтобы дал нам всем, иншаллах, возможность встретить ночь могущества, чтобы помолиться в эту ночь, иншаллах, чтобы попросить дуа у Аллаха Сааллах, чтобы Аллах принял наше, чтобы нас простил Всевышний Аллах, чтобы был доволен нами, чтобы укрепил наши сердца, чтобы разногласия, которые есть среди нас, вот это все недопонимание, чтобы это все ушло, иншаллах, чтобы Аллах Сааллах объединил нас, иншаллах, и как собрал в этой мечети в судно, иншаллах, собрал в Фердаусе с пророками, с посланниками, с шахидами, иншаллах, с пророками, с пророками, в изнене Аллах, субхану и субхану, субхану и субхану. Субхану и субхану. Субхану и субхану.